здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки решалка 24 да да вот у меня есть такой плейлист решалка где я рассказываю где решаются всевозможного рода задачи которые просят меня решить вот сегодня получил такое письмо где меня попросили решить вот такую вот задачу лыжник спускается с горы длиной 300 метров при начальной скорости 10 метров в секунду и ускорение 0 5 метров на секунду в квадрате сколько времени займет спуск вот такая задача ну что мы сделаем естественно решим ее для этой цели я как всегда сначала запишу условия задачи а потом будем ее решать ну вот условия задачи записано а теперь давайте представим себе процесс что происходит ну вот горку нарисовал сейчас лыжника попробую нарисовать вот это его лыжи палка там вот это его голова короче говоря он скатывается и должен проехать вот это вот расстояние ну может быть гора еще дальше как бы опускается факт того что вот у нас 300 метров отсюда досюда что мы знаем что вот в этот момент времени когда мы как бы нажимаем на секундомер у лыжника уже есть скорость это скорость в нулевой 10 метров в секунду и ускорение известно 0 5 метров на секунду в квадрате и нужно найти вот это вот время отсюда досюда то есть когда она проедет 300 метров задачка очень простая но тем не менее как ее решать мы естественно должны знать вообще вся кинематика она строится на пяти формулах и об этом неоднократно говорила их просто запомнил вот если тело движется равномерно когда у нас скорость постоянная постоянная скорость тогда у нас имеется одно единственное уравнение x равняется x нулевое да плюс vt или минус vt или минус x нулевое но я все эти уравнения записываю для тех случаях когда у нас все положительно вот теперь если у нас равно ускоренное движение равно ускоренное движение имеется четыре формулы а вот v равняется v нулевое плюс а т дальше дельта x вот это у нас будет а дельта x это v нулевое плюс v деленное на 2 умноженное на т вот если тело движется по прямой да и все время в одном и том же направлении вот вот мы можем вместо дельта x писать пройденный путь с дальше дельта x это v нулевое т плюс а т квадрат пополам дальше у нас дельта x равняется v квадрат минус в нулевое квадрат и деленное на 2 вот эти вот четыре формулы для равно ускоренного движения желательно знать наизусть тогда никаких трудностей по большому счету при решении не очень сложных задач не будет вот как в этом случае смотрим внимательно нужно найти время значит четвертая формула отпадает дальше смотрим вот здесь вот конечная скорость нам неизвестно а конечная скорость нам неизвестно значит по поводу первой формулы нет смысла вести потому что здесь нужно найти конечную скорость мы и время не знаем точно также выпадает и вторая формула вот остается только третье все задачка решена пройденный путь нам известен 300 метров начальная координата здесь будет равна нулю вот почему потому что это наша ты сказать задача мы сказали вот отсюда тело поехал проехала 300 метров отсюда до сюда дельта x это пройденный путь да вот это длина вот это вот горы будем говорить так все значит будет в нулевое т и плюс а т квадрат пополам смотрим с есть есть в нулевое есть есть ускорение есть есть получилось уравнение с одним неизвестным я сразу вижу что это будет квадратное уравнение ну и что мы же с вами знаем как решать квадратное уравнение короче говоря что я делаю подставляя численность значения 300 равняется 10t плюс делим 0 5 на 2 получаем 0 25t квадрат тогда у нас уравнение получается 0 25t квадрат плюс 10t правильно и минус 300 равняется нулю ну а дальше уже кто во что гораздо вот как решается квадратное уравнение вы знаете я всегда делаю следующим образом и избавляюсь вот от этого так сказать члена который стоит перед т квадрат 0 25 это одна четверть правильно вот одна четверть т квадрат поэтому если я сейчас все умножу на 4 мне здесь останется т квадрат значит будет т квадрат если я все умножу на 4 тут будет 40t и отнять 1200 равняется нулю ну а дальше уже т12 я решаю таким вот образом значит будет следующее минус 20 плюс минус тут будет 20 в квадрате это 400 и плюс 1200 квадратный корень корень короче говоря и 1600 квадратный корень из 1600 это 40 значит время у нас получается одно время у нас получается здесь 40 да вот получается у нас 20 секунд а второе время у нас получается минус 60 секунд ну для математиков имеются два так сказать решения да а для физиков только одно отрицательного времени не существует не знаю только великому счастью то ли великому сожалению вот не знаю этот вопрос философский поэтому ответ один единственный течение 20 секунд наш лыжник будет спускаться с горы то есть он проедет 300 метров а вот сейчас мы можем найти а какую же скорость он приобретет если вдруг такой вопрос возникнет значит в равняется в нулевое плюс а ты все правильно значит в равняется 10 это начальная скорость да а ты 20 а ускорения вот ноль пять ноль пять ноль пять это половинка значит надо будет прибавить еще 10 значит 20 метров в секунду вот здесь вот у него будет скорость да то есть если в начале у него было 36 километров в час здесь будет 72 километра в час ну не очень так сказать маленькая скоростяга то а вот ну на то она и горка что с нее скатываться и получать удовольствие если конечно умеете так сказать стоять на лыжах ну вот все закончили решать эту задачу и мне остается вам только напомнить что учите физику на самом суперском канале физика это просто фэп если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признательным и благодарен лайк не забудьте поставить все вам доброе до свидания до новых встреч а